Привет всем! Это Ганс Мюллер и сегодня обзор кабеля для подключения компьютера к монитору. Кабель DVI, производитель Nexport. Сайта я не нашел, то есть это покупают у Китая, выдумывают название. В общем, это не особо важно, потому что упаковочка нормальная. Сам кабель тоже, но такие есть особенности, обманы. Так, посмотрим на него. Написан производитель, это уже хорошо. Качество изготовления вполне приемлемое. Кабель и не сильно тонкий, не сильно толстый. Выглядит нормально. Теперь на нем нормальных кабелях всегда есть обозначение. Вот написано Nexport, HDMI кабель Full HD 1080 3d версия 1.4. Не от того кабеля цепили оплетку. То есть, несерьезно просто. Все-таки люди ориентируются на это. Я думал, что это 1.4 такое для DVI версии, что ли. У них версии-то нету у DVI. Оказалось, что это для HDMI. Такая вот глупость. Потом посмотрим на штырек. Все контакты есть. Значит, это два канала. Но средние 6 не прозваниваются. Действительно, я прочитал, один человек написал и проверил. Не прозванивается. Еще интересную особенность заметил, третий, средний. Вот, от этого ключа. Он утоплен. Это 5 вольт, наверное, чтобы не закоротил. Так получается. Сами контакты изготовлены, ну, внешне нормально. Но нету шести проводов средних. Создается он как двойноканальный. Но здесь ничего не указано про то, что он двухканальный. Написано, что здесь вот читаем для передачи данных 1080 разрешение и выше. Если он одноканальный 1080 и выше. Да, это и есть 1080. Для одноканального есть 1200, 1920 на 1200 и 1600 на 1200 при 60 герцах. Так. Передачи между аудио-видео. Нет, он передает только видео. Это они испутали с HDMI, описание взяли. Ну, позор. Покрытие золотое. Я не знаю, чем покрыто. Родники без кислородной медиа. Но это тоже неизвестно из чего они сделаны. Два ферритовых кольца. Ну, вроде как они есть. Но если нету шести средних проводов, то возможно и этих ферритов колец нет. Просто для видимости пластик. Скорость передачи данных. Опять же, 10 гигабит. Передача разрешения сигнала здесь уже написано до 1020 на 1080 60 герц. Так и есть в одноканальный. То есть это не двухканальный. На самом деле одноканальный. Он передает, как я говорил, максимально 1920 на 1200. Ну, может быть, они все опять же для HDMI. все это прописали. Изготовлено в Китае. Производитель Changsu. 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 Hi-Tech Electronic Group Company Ltd. 75. Guangzhou. Li Jatown. Guangzhou. Changsu. China. И в описании. Nextport. Digital. Штырек-штырек. 1,8 метра. На то, что двухканальный, одноканальный, ничего не написано. Так, сам он, как я уже показывал, сделан вполне нормально внешне. Кроме этой надписи, не к чему придраться. Длину, правда, не померил. Надо длину померить. Если китайцы все обманывают, могут и длиной обмануть. Вполне нормально сделано. Резиновое делают иногда. Это не к чему. Главное, чтобы в мониторе вот так не вставлялся, потому что в конце концов он вот так вот будет висеть и здесь когда-нибудь передается. Глупость какая-то. Вот так вот, конечно, должен вставляться любой кабель. Стали делать переходнички такие угловые. Но зачем это делать? Вставляться снизу. Все разъемы снизу обычно вставляются. Ну, либо сбоку. Так, еще раз посмотрим. Всем спасибо. Это был Ганс Миллер. До свидания.